друзья всем доброе утро на градусник всего 18 градусов я посмотрела на будущую неделю погоду ну вот погода как-то вот такая вот себя будет по крайней мере там даже еще где-то дождики видны были на карте погоды наверное придется убрать сегодня все сандалия босоножки мне кажется они уже вообще не пригодятся надо достать какой-то более-менее осеннюю обувь или что-то между не знаю там весной и осенью как жаль что заканчивается лето как всегда на очень быстро проходит независимо от того плохой она или хорошая жаль конечно вроде кажется блин лето-лето ждали ждали раз его и нету время уже 10 часов чет как-то я поздно сегодня проснулась или рано даже не знаю и не пойму я выспалась или нет толком классно вчера посидели с девчонками провели время так здорово катюха молодец угостила голубикой блин и так много у нее там было это вообще это она еще собрала в конце лета в течение там но как бы сезона того когда она появилась скорее всего и там было еще больше вообще обалдеть а там всего папам пару кустиков голубики супер вкусная ягода такая очень и яблоки которые она мне вчера дала и у меня еще было немножко антоновки на работе тоже угостили на той неделе решила даже еще не позавтракав решилась что сделаю сейчас прям сразу шарлотку уже приготовила яблоки уже даже яйца взбила где там яйца уже даже яйца вбила в посуду не взбила вбила в посуду пока и вот решила сразу с вами поздороваться спасибо вам кстати друзья за лайки за подписки подписчики прибавляются правда что-то как-то маленькими темпами друзья давайте как-то шевелиться а то лето закончится и снимать будет нечего да нет нет шучу конечно будет что снимать обязательно что-нибудь буду вам рассказывать и показывать новенького или интересного так без мамы мне конечно скучновато если честно вот и ну вот она у сестры и помогает там сейчас они у себя в квартире с викой тоже мало в этом году вот когда она в принципе приезжает почти все такое в такое же время где-то летом в этом году почти не виделись потому что так-то она приезжала ко мне в гости у меня жили а теперь так как надо там сделать ремонт в квартире порядок навести поэтому она жила все это время пока была в москве все это время было там то есть это где-то почти два месяца или два месяца и она уже скоро улетает жаль и виделись мы очень мало потому что сюда ездить с двумя детьми приезжать очень тяжело неудобно на метро с двумя детьми а маме конечно тяжеловато вот на такси как оказалось кстати друзья вызвать такси с двумя с двумя детскими креслами как оказалось это тоже еще та проблема как только ставишь два кресла сразу такси не находится с одним креслом более или менее можно непонятно как у нас как у нас так такси вызывается мне вообще странно это если честно вот и собственно из-за этого века с нами даже не смогла поехать не смогла с нами поехать вчера на дачу потому что я грибик ты там найди хотя бы одно кресло как детская ну а потом мелкого говорю возьмешь себе на руки и поедем не удалось тоже не найти и у меня тоже тут ни у кого нету потому что всех соседей я знаю и ну прям детей детей маленьких никого нету вот а так они могли бы сюда доехать и у меня бустер я правда его отдавала но я могла бы заранее его взять у коллеги и потому что живет она рядом со мной в ростоке на взять на выходные могла бы и хотя бы еще бустер был бы для старшего ребенка то есть главная загвоздка была в детском кресле капец какой-то вот так что на неделе еще раз или может быть два успею съездить вики туда к ним домой не знаю предложили наташи поехать и насти поехать все вместе чтобы встретились проводили вику вот так что как то так печально выезжает почти не виделись даже но они были заняты ремонтом они там прям целыми днями что-то деле делали клеили заказывали в общем еще тем более когда с детьми одновременно конечно ремонт делать это просто нереально делали они тем более своими силами так но я что сегодня буду делать сейчас делаю шарлотку потом позавтракаю предложила там одному знакомому покататься на велике что-то горит времени по моему у него не будет так что может быть поеду 1 покатаюсь потому что у меня такое ощущение что это последние недождливые выходные дни блин как все быстро пролетает не заметишь вам друзья грустить не некогда и не надо пошла делать шарлотку все как делал шарлотку все знают да девчонки я не знаю как делаете вы шарлотку я например смазываю маслом форму немножко посыпаю сухарями распределяю их затем нарезаю яблоки вот так вот мелко посыпаю корицей и уже готовое тесто выливая прям сверху и разравниваю и еще у меня есть некоторая хитрость хитрость заключается в том что пару белков я оставляю отдельно взбиваю вообще их без сахара и уже в самом конце когда тесто готово добавлять эти белки и просто слегка перемешиваю вот лопаточкой больше ничего так что сейчас залью яблочки и поставлю в духовку духовку я уже включила 200 градусов вверх и низ как обычно все то же самое так что у каждого так сказать свои рецепты кто хочет напишите поделитесь мало ли может быть я что-то новенькое для себя почерпну узнает не забывайте класть обязательно разрыхлитель кто-то может быть ванильный сахар добавляет вот я тоже ванильный сахар добавлено вот в этот раз я просто решила именно корицу на яблоки посыпать может быть даже кто-то яблоки вмешивает в само тесто я я кстати раньше так делала потом подумал что ну как бы яблоки мне показалось что из-за этого тесто становится каким-то слишком влажным а мне хотелось прям чтобы была такая знаете корочка хрустящая и само тесто было такое хрустящее немножечко а из-за яблок все-таки оно становится более влажным но это на мой взгляд мне так кажется мало ли может быть у кого-то не совсем так как у меня все разравниваю если даже корица вдруг поверху чуть-чуть пойдет ничего страшного но наверх чуть зайдет на само тесто сверху ничего страшного ну и собственно все и ставлю приблизительно шарлотка готовится минут 25-30 приблизительно так в любом случае надо доставать смотреть палочкой протыкать и смотреть насколько она там готова не готова и так далее шарлотка уже поднялась я себе вот такие вот в чайничек положила голубики немножко гвоздики где-то она там видна гвоздика и шкурки от яблока сейчас все это заварю и буду пить завтрак у меня будет шарлотка с таким вот прекрасным чаем мой давай давай быстрее так ну все каких-то 30 минут кстати потом температура сделала поменьше 180 градусов но вот такой вот пышный пока получился пока стоит пышным не знаю что будет дальше так чаек я себе уже заварила я добавила еще немножко клюквы и брусники у меня тут чуть-чуть было так что такой сейчас буду пить вкусный чай гвоздики чуть не вижу я вроде добавила я может она где-то поверху плавает ну ладно все жду и буду завтракать классный пирог получился пахнет так корицей вообще просто крутик крутейший просто получилось вообще круто но у меня конечно не выдержала душа поэтому я себе еще наварила пельмени так что вот такой завтрак у меня сейчас будет прям большой какой-то пельмени голубик а чай вкусный и сейчас пирог еще отрежу и сметанки сверху положу вообще будет зачетно просто пока я завтракала погода вроде разгулялась и уже на термометре у меня на моем термометре 21 градус только я позавтракала кстати и на так сразу прислала видос о том как она по моему рецепту сделала шарлотку так что свое видео я это вставлю спасибо на так что готовишь по моим рецептам но друзья как вы знаете может быть кто-то помнит у меня есть одна фишечка для приготовления шарлотки и например запеканки но об этом знает только близкие если кто хочет узнать пишите на велосипеде я решила не идти кататься независимо от того что даже погода улучшилась я решила все-таки побыть дома разобраться с сандалиями с обувью и что-нибудь погладить приготовиться к понедельнику к рабочей неделе потому что посмотрела погода какая-то все-таки не очень короче займусь домом с собой как-то так и поваляюсь смотри телик что-то мне как-то прохладно в квартире становится дело к осенью господи как жаль что лето заканчивается боже мой друзья напишите тоже что вы делаете в такие прохладные дни если не идете на прогулку чем вы занимаетесь домашними заботами также как и я наверное да ладно пойду я начинать перестилать постельное белье а потом сандальки всякие уберу то все и еще очень придумаю я заварила облепиховый чай очень ароматных шарлотки вот такая она в разрезе мягонькая яблочек много все по-домашнему как будто бы из детства спасибо тебе дорогая за рецепт катюхи спасибо за яблоки будем сейчас кайфовать с мужем на пару из всех дел которые успела переделать это я только убрала сандалеты достала еще одни ботинки очень клевые их сейчас покажу вам я их заказывала очень очень давно на каком-то иностранном сайте не помню по моему это производство даже не вспомним сейчас что за страна была но шли они мне очень очень долго заказывал тоже на каком-то сайте стороннем не помню случайно где-то увидела в интернете ну ладно фиг с ним сейчас покажу вам просто их чтобы посмотрели на них одеваю их очень очень редко у них очень жесткая подошва и как бы не тяжело ходить ну просто они не сгибается в мысе так ну и все и приготовила что себе на завтра одеть какая-то я лохматая вот собственно говоря все больше ничего такого прямо глобального по дому не делала стирал постельное белье поменяла постельное белье и пледик в пару постирала стиралки так покажу вам сейчас что я достала я достала кусочек красной рыбки это я когда за креветками ездила купила красную рыбу по-моему это кита а нет вру это форель вот это вот кусок это где-то 600 грамм стоил 610 грамм вот я вижу стоил 600 рублей грибы у меня остались сморчики в прошлый раз когда я собирала немножко и картошечку пожарю картошку с луком со сморчиками и сделаю рыбку рыбку сделаю знаете в чем у меня есть у меня что то есть у меня есть у меня есть где это находится на волосы нашла у меня есть сейчас сейчас секунду ой так вот достала у меня есть каперсы рыбу я делаю когда не хочу жарить просто наш три же кусочками большими кусками выкладываю на противень реже реже тонко-тонко лучок режем помидорку зелень открываю это реже выкладываю на противень смазанным маслом открывая каперсы или оливки и вместе с водичкой заливаю вот прям водичку из-под каперсов или из-под оливок если оливки то режу еще чуть-чуть на несколько частей кружочками чтобы красиво было вот и выливаю все это на поверхность рыбы сверху которую уже она посолила поперчила положила помидорки засыпала лучком чуть-чуть и реденько не надо прям сильно-сильно можно перчик кстати сладкий добавить болгарский тоненькой соломочкой нарезать и тоже сверху присыпать и все вот этим вот рассолчиком заливаю ставлю духовку не знаю но минут 15 от силы и все готово очень вкусное блюдо попробуйте советую вам вот очередной мой вам рецепт сейчас я вам покажу бутики и я решила что поеду все-таки кататься на велике потому что что сидеть погода вроде ничего так велик уже выкатила ботики сейчас покажу какие очень классные вот такие вот очень классные но вот у них подошва вот в этой части очень тяжело в сгибе вот поэтому мозоли я не натираю но вот тяжеловато в них ходить как-то все-таки но достала редко-редко в них но вот хожу блин не видно тут конечно же что это вообще было а нет вот видно вот что это за сайт что это за фирма вот именно это даже не буду вспоминать вообще что это за фирм была не вспомню точно так ладно друзья одеваю уже кроссовки поеду кататься если как обычно получится что-то вам снять я сниму потому что очень тяжело снимать снимать держась одной рукой я еще не знаю что там у нас в парке в итоге вот если если в парке если в парке уже более-менее дорожки готовы то что-нибудь сниму хотя чё я сниму как я еду что ли вы и так знаете что езжу я вроде ничего кстати вот этим летом хотел научиться покататься но пробовать ездить на велосипеде без рук так и не научилась ну я думаю что ничего особенного просто это надо делать учиться на скорости вот и все ладно я готова я пошла я уже еду по нашей новой части парка от моего дома и кстати оказалось что на улице очень даже тепло я продю такой кофточки но ничего страшного думаю все таки ехать прохладнее солнце светит здорово хорошо что я не приготовила что-то очень теплого на завтра на работу специально специально еду тихонечко потому что одной рукой кручу педали двумя ногами а еду с одной рукой так а чуть-чуть подальше еще забор стоит ну ладно если что как-то объеду какие-то детские штучечки а в классике играть прикольно но раз погода хорошая то можно и далеко прокатиться вот сцену доделали так что тут еще у нас сделали детскую площадку пока еще не доделали зато сделали вон футбольная а вот там у нас птичник там пусть люди птичек павлины вон я вижу белые белые-белые серые петухи даже есть ну вот в этой части как раз еще не ездила ее доделывали вот плитку доделывали здорово меня на самом деле интересовало сделали уже дорожки от нашего парка сюда дальше переход есть но не до конца и вот ведутся еще работа прямо около церкви как бы и по сути все вроде все доделали ну и какая-то мелочь может быть еще осталось вон берег как красиво облагородили обратно поеду по той стороне здорово еще бы прудик почистили прудик говорю яузы чтобы яузы почистили еще было бы красота необыкновенная и что песок высыпали ну ладно я дальше поехала так я уже в части парка которая ведет в в сторону мытищ люди отдыхают на лежаках так я интересно куда поеду вообще поеду-ка я по дорожке посмотрю куда она меня приведет а здесь этот трек какой-то там велосипедная вот эта вот фигня-то всякая где вон на горках катается это посмотрю кто-то даже гоняет прикольно давайте езжайте не решается ехать прикольно так кто там следующий все это уже мкад я приехал к мкаду вот под этот мостик прям можно нырнуть только не здесь наверное а вот сюда вот проехать направо под мостик и все вы прям выезжаете к мытищинской ярмарке классно на самом деле в этой части парка гораздо больше всяких приколюх всяких спортивных площадок детских площадок всяких там даже есть волейбольная площадка на песке как там это называется там летний волейбол волейбол на песке блин что-то из головы еще вылетела и ветром наверное выдал и маски все короче и но здесь как-то лучше и теперь вообще здесь кайфово кататься не обязательно выезжать вообще в лосиноостров прикольно я поехал дальше прежде чем опустила камеру вспомнила пляжный волейбол вообще трындец как так можно было забыть ужас просто господи что влияет на мозги непонятно мне ладно я потихонечку двигаю дальше в обратную сторону в обратную сторону а то этот всем не очень удобно стоят на этой дорожке как бы это не совсем велосипедно и возможно мешает всем ехать идти там и так далее ну вот сзади пока никого нет слава богу кофту наверно сейчас сниму потому что жарковато у меня там футболочка домашняя правда с совами ну думаю может ничего страшного как-то прокатит мой видок и никто особо внимания не будет обращать ну ладно все я поехала дальше все я приехала погода супер разгулялась в общем мне даже жарко стало пришлось снять корту вообще суперская погода так время время 6 часов в итоге полных без остановок я покаталась где-то по 2 часа что-то как-то даже подустала чуть слушайте представляете как долго люди которые жили там около мкады ну или вот в таких вот местах там около дорог где-то но перед их домом всегда был как бы парк но он был не облагорожен не устроен и так далее они все там делали может быть шашлыки и больше как бы ничего а сейчас и дорожки и волейбольные площадки и баскетбольные детских площадок просто уйма там просто уйма даже какие-то классики нарисованы что-то там где-то беги где-то там написано отжимайся то есть ну круто вообще так здорово представляете а я всегда думала у меня тут рядом с домом парк чуть-чуть пройтись надо а эти люди которым теперь даже пройтись не надо они просто выглядывают из окна переходят дорогу и вот у них парк прям благоустроенный вообще облагороженный вообще просто крутяк как повезло этим людям наверное я перееду поближе к МКАД шутка конечно ладно сейчас чуть передохну попью чайку которую я себе утром заваривала с яблочными кожурками клюква брусника и голубика вчерашняя Катюхина вот и приготовлю рыбку и с картошечкой все больше ничего делать не буду у меня овощи есть сделаю себе просто салатик какой-нибудь такой легкий даже может быть без масла просто порежу себе овощи вот так что блин а я думала все сейчас придется завтра пиджак тепло одевать лоферы все дела утепляться оказывается нет погода то еще круто стоит крутая классная блин я надеюсь что и начало осени с сентября будет точно такая же погода хорошая так что велик пока загонять не буду буду еще кататься по осени так соседи я вас звала почему вы со мной не ездите дача скоро закончится давайте уже кататься полтора полтора часа это не так много на самом деле тем более по таким хорошим дорожкам все я пошла переодеваться картошка с грибочками у меня уже жарится во всю я уже прям даже ездить захотела рыбка выглядит вот так друзья очень аппетитно скажите вообще ой ну пока у меня все это готовится у меня есть щавелевый суп поем щавелевый суп пока и какой-нибудь овощный салатик себе забацую у меня еще есть бренза бренза добавлю короче ужин у меня будет вообще просто сменный обалдеть как говорится кто хорошо покататься тот хорошо и ужинает и вкусно вот так вот все рыба у меня уже готова она готовится прямо очень быстро очень быстро смотрите какая красивая скажите что укропчиком присыпать вообще будет великолепно все картошка с грибами тоже уже готова так что можно ужинать уже сейчас делаю салатик и все друзья вот на этой позитивной ноте на такой позитивной ноте вот как обычно не уходим от традиций на фоне всего приготовленного я с вами прощаюсь желаю вам хорошего вечера и побольше солнечных дней с вами я ваша баба Атас